Выйдя из этого частного сектора, ты попадаешь на море. Вот почему бы здесь не купить квартиру? Среди березок детская площадка. Город реально небольшой, что его за 10-15 минут можно пройти вдоль и поперек. А ребята снимают здесь квартиру двушку 20 тысяч рублей. 20. Тихий, уютный, спокойный город. Кс-кс-кс-кс. Ты чей такой красавчик? Привет. В кругу частного сектора. Сами посмотрите, какая красотища. Огромное количество зелени, большие, красивые, зеленые деревья. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Сегодня мы с вами находимся в небольшом городке, который называется Дубровка с населением 8 115 человек. От Дубровки до Санкт-Петербурга 30 километров. Я считаю Дубровку отличным местом для жизни, потому что здесь нет массовой застройки, малая плотность населения и малоэтажные дома с частным сектором. Если говорить о транспортной доступности, то в городе есть две остановки железнодорожного транспорта. Одна называется станция Дубровка, вторая – 37-й километр. И электричка идет прямо в центр Санкт-Петербурга на финляндский вокзал. Это станция метро Получить Ленина. Есть и маршрутка, которая довезет вас до станции метро Проспект Большевиков. Также ходят и два автобуса. Один из них идет во Всеволожск, а второй – до Ладожского вокзала, где станция метро Ладожская. Город небольшой, уютный, зеленый. В центре города расположена церковь иконы Божьей Матери, свой парк, памятные места и многое другое. В следующем году в Дубровке начнется строительство муниципального детского садика. После него построят еще одну школу и еще один детский садик. Сейчас на территории Дубровки есть школа и есть детский сад. Школа, согласно официальной информации, заполнена всего лишь на 60%. Поэтому с местами как в детском саду, так и в школе у вас не возникнет вопросов. На вторичном рынке в Дубровке можно приобрести нормальную квартиру стоимостью от 4 миллионов рублей. Жилой комплекс Дубровка на Неве расположен в самом центре города. Дубровка на Неве представляет трехэтажные здания, сложенные из газоблока с железобетонными перекрытиями. Самое основное, конечно, плюс, что это центр города. Вот она, церковь, площадь, администрация и все магазины. Все здесь, друзья, в шаговой доступности. Друзья, кстати, вот эти зеленоватые корпуса назвали арбузиками, потому что они похожи на арбузы. Давайте пройдем и посмотрим. Сверху мы видим технологию мокрого фасада. На газоблок приклеили базальтовый утеплитель, оштукатурили, окрасили, и эти дома достаточно теплые зимой и прохладные летом. Очень специфически, кстати, сделано, что, обратите внимание, здесь нет никаких... Вот есть вентиляционный люк, вернее, отверстие, вроде слуха в подвале, но при этом нет никакого забрала, чтобы туда не пролазила какая-то живность. Класс энергоэффективности, кстати, всех этих зданий Б, высокий. Ну, выглядит, знаете, такое ощущение, что строили для военных. То есть совсем все просто. Вот там впереди детская площадка, давайте пройдем к ней. Хоть, конечно, смотрится все просто, но, знаете, такое ощущение, что есть какой-то хозяин, то есть такое, знаете, все вот такое ухоженное. Да, ну, не считая, конечно, некошенной травы, ну, очень приятно, нигде нет грязи. Вот здесь, видите, такая аллея с красивыми деревьями, соседние дома, ну, смотрится достаточно приятно. Ну, детская площадка, обычное набивное покрытие для малышей, машина. Ну, знаете, такое ощущение, что действительно попал в какой-то военный городок. Ну, и все, похоже, здесь больше ничего нет. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Так как дома достроены и распроданы, здесь квартиру можно приобрести лишь на вторичном рынке. Однокомнатная квартира здесь стоит от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Но обратите внимание, что входная группа в уровень землей. Давайте зайдем и посмотрим. Почтовые ящики, лестничный марш наверх. Недорогие китайские двери. Ну, смотрится, слушайте, достаточно все просто. Очень просто. Соответственно, здесь 3 этажа нет лифта. Но зато вот такие большие окна на лестничных маршах. Здравствуйте. Шуба. Просто накидали штукатурку, окрасили. Видим трещины, здесь трещины. Но зато достаточно широкий коридор. А все стены в этом здании из газоблока. Тут даже нет никакой плитки. Просто окрасили краской стяжку. И все. Посмотрите. Друзья, шатаюсь в окно. А там что-то трясется, отдается. Хлипенько стоит. Ну, а вот как раз виден здесь. С левой стороны частный сектор. Дома прямо окна в окна. И дворовая территория, которую мы с вами видели. Ну, конечно, так себе. Хотя место очень удачное. В таком комплексе за свои деньги я точно не хотел бы жить. Сами посмотрите, какая красотища. Огромное количество зелени. Большие, красивые, зеленые деревья. Глядя на фасад, я понимаю, почему в этом комплексе очень много квартир в продаже. Советская улица. Обратите внимание, друзья, какая красотища. Какой город может похвастаться вот такой красивой, зеленой, ухоженной аллеей. Вместо асфальта брусчатка. Деревья, помните, как в советское время белым покрашены, смотрятся. Классно, чтобы караэт на них не лазил. Ну, соседний комплекс, по мне, не так смотрится интересно. Как, к примеру, вот эти дамы справа. Совсем другой вид. Это и большой для меня плюс, что это малоэтажное строительство. Вот идешь день, рабочее время. В Питере здесь бы все было бы забито людьми, а здесь их практически нет. Потому что очень низкая плотность населения. Обратите внимание, как здесь администрация города неплохо, вернее даже не то, что неплохо, а хорошо, отлично сделала прогулочные зоны, зоны отдыха для людей. Здесь можно посидеть, поиграть в шахматы, просто поговорить под навесом, который защитит от солнца, снега и дождя. С другой стороны у нас частный сектор. Вот такие красивые фонари, как в Питере, в центре города. Это небольшая коммерция и малоэтажное жилье. Вот, кстати, на что еще обратил внимание, что здесь во многих домах идет вот такая сейчас программа по реставрации фасадов. Делают мокрые фасады, закрывают вот эти кирпичные дома. Жилой комплекс «Дом на набережной» представляет из себя пятиэтажные дома, монолитный конструктив и все остальное – это газоблок. Ну и я полагаю, что это технология мокрого фасада. Сейчас проверим, друзья. Да, это она. И стены все закрыты утеплителем и краской. Дом смотрится чуть современней, но он достаточно такой же простой, как и то, что мы с вами видели до этого. Трава, отмостка из асфальта, закрытые приямки, большие балконы, вокруг частный сектор. Вон, смотрите, какие старые, еще, наверное, советские дома. Да, дворовой территории здесь, похоже, совсем нет. В этом доме однокомнатную квартиру можно приобрести от 4,5 миллионов рублей. Входные группы практически в уровень землей. Вот такой небольшой пандус – это, я считаю, ерунда. Но что-то я не вижу ни детских площадок, ни спортивных площадок. Так, сейчас попробуем пройти. Ну, тут из плюсов обратите внимание, герметиком закрыли. Ну, звукоизоляции нет. Странное решение – это громоотвод с крыши. Вот видите, он вот так идет. Понятно, что если сейчас потрогать, током не ударит, но во время грозы лучше от него держаться подальше. Это вход в подвалы. Ну, слушайте, и все, больше ничего нет. Вон, парники уже пошли у людей. Вкусно пахнет шашлыком. А вот там уже находится Нева. Класс энергоэффективности С. Это минимальный класс энергоэффективности, который разрешено проектировать и строить. Такой, знаете, тоже приятный, аккуратный домик. В кругу частного сектора. Заходим. У нас здесь есть тамбур. Это здорово. Внутри, кстати, значительно прохладнее, чем на улице. Это все из-за применения газоблока. Ну, и здесь, конечно, на первый взгляд намного интересней. Есть даже лифт, который не работает. Датчик движения, включился свет. Поднимемся выше, посмотрим эту новостройку. На стенках штукатурка Краэт. Неотмытые окна. Недорогие звонки расположены высоко, не так-то удобно. Квартиры, узкий коридор. Ну, все так просто. Очень просто. Но чуть лучше, чем у первого объекта, который мы с вами смотрели. О, смотрите, что я здесь вижу. Как-то в одном видео я рассказывал про вентиляцию. Здесь стоит обычная классическая вентиляция, а сверху диффузоры. За счет их вращения и разного давления, эта вентиляция работает чуть лучше, но на 100% конечно она не справляется. Кровля. На первый взгляд здесь все в порядке. И смотреть здесь даже особо нечего. Но самое классное, это видовые характеристики с высоты этого дома. Центр города. Вот она. Ориентируюсь по церкви. Речка. Вот это будет следующий, через один комплекс посмотрим. Он, видите, чуть в стороне, можно сказать, на окраине. Но его вам покажу, расскажу про него поподробнее. Там есть что посмотреть. Вот этот первый комплекс, который мы смотрели, у которого хорошее место расположения. Но сам комплекс по мне так себе. И здесь с высоты, видно, вот она речка пошла. И, видите, приток как раз из Невы. Но цвет воды такой темный, темный, темный. Тут тоф, наверное, с чем-то. Нева здесь такая спокойная, широкая. И через Неву это уже, друзья, Невский пятачок. Здесь мы, вот где надпись, тренажерный зал, это улица Советская, с этим красивым променадом для жителей этого города. Вот, знаете, вот в этом городе такое ощущение, что, знаете, вот есть хозяйственник. То есть тот человек, который смотрит за своим городом, его бережет и делает различные плюшки для людей. Частный сектор. Дома, соответственно, вы понимаете, стоят дороже, чем квартиры. Если интересно, пишите, звоните. Помогу вам с приобретением дома. Да, вот она, видно, как назвать можно, лодочная наростанция, да. Люди как раз выходят. Слушайте, скорее всего, работают, потому что сразу выход есть на Неву. Ну, это отличная рыбалка, он, видите, уже на моторке кто-то поехал. Ну, соответственно, здесь частный сектор и вот выход к Неве. А место, конечно, я считаю, друзья, шикарное. Очень здорово. Очень приятный зеленый город. Поговорил сейчас, друзья, с монтажниками, которые занимаются установкой прокладкой сетей для интернета, для нас с вами. А здесь в Дубровке есть два провайдера. Скорость до 300 мегабит и 300 мегабит стоит 700 рублей в месяц. 700. Так что, если вы IT-специалист, полагаю вам, тарифа со скоростью 300 мегабит в секунду за 700 рублей хватит на долгое время. Валберис, фикс-прайс, градусы, свой такой мини-центр. Давайте зайдем, посмотрим. Ох, кофе мой выпечкой вкусно пахнет. Кс-кс-кс-кс. Ты че такой красавчик? Привет. Привет. Ой, ты господи, какой тощий. Тебя че не кормит? Кот. Так, здесь у нас фикс-прайс. Посмотрим, что впереди. Слышите, как поет? А, это планета фитнес, все понятно. Слышите, да? Мяу-мяу. Кс-кс-кс-кс. Да ты домашний, какой ласковый красавчик. Тебя как звать? Саши Эйникам от Блок. Все как надо. Красота. Дети гуляют сами по себе. Тихий, уютный, спокойный город. Здравствуйте. Здравствуйте. Как живется вам здесь? Да. Не хотите в Питер переехать? Я оттуда. Отсюда, туда, отсюда. Здесь красота. Пообщался, друзья, с местными жителями. Представляете, говорят, ехать до Питера 25-35 минут. Это вообще круто. Не с каждого района Питера можно доехать в тот же Питер за такой короткий промежуток времени. Вы, скорее всего, будете стоять в пробках. А здесь вы просто приятно едете с ветерком, с открытой форточки, и ветер раздувает волосы, которых нет. Ребята снимают здесь квартиру, двушку, 20 тысяч рублей. 20 в Питере, и однушку за 20 не взять в нормальном месте, с нормальным ремонтом. Вот так вот. Так что в пригородах, в небольших городах жизнь лучше, чем в Питере. Вот где вы в Питере видели, чтобы можно было вот просто так вывесить белье, и оно осталось чистым. Таких мест практически нет. Своя архитектура. Достаточно красивые дома. Смотрите, с балконами, розетками. Красота. Палентусами. Проводами. Друзья, вот мы с вами пришли к школе. Город реально небольшой, что его за 10-15 минут можно пройти вдоль и поперек. Вот эта школа. Есть школьный автобус, который бесплатно собирает детей со всей округи. Школа большая, и как я вам уже говорил, она заполнена на 60 всего процентов. Вот это большой плюс небольших городков. Как в нашем случае с Дубровкой. Подходим к одной станции железнодорожного транспорта. Вот видно, стоит электричка. Станция называется Дубровка. Вон, видите, люди переходят. Вот она, электричка ждет. И через час двадцать вы уже будете на финляндском вокзале. Из-за того, что линия сама петляет, поэтому ехать так долго. Магнит. Здесь такая небольшая открытая торговля. Можно приобрести различные вещи. А мы с вами направляемся вот туда, прямо к следующей новостройке. Еще это у нас магнит, торговый комплекс Рома, Озон. Помидоры хорошие по 140 рублей. Огурцы 80, 120. Вот, друзья, питерские цены. Вернее, областные. Помидор 150. Вот эти крутые помидоры. 170. Мясистые такие. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, чтобы покупали правильные овощи и фрукты. Обратите внимание, что все вокруг зелено. Вот мне это вот, знаете, здесь очень приятно находиться. Чувствуется, что за городом ухаживают. Вот только видно и чувствуется. Вот жаль, камера не передает. Представьте себе свежий запах скошенной травы. Среди березок детская площадка. Слушайте, очень здорово. Песочница. Да, недорогое оборудование. Ну, понимаем, что здесь в Дубровке нет таких бюджетов, как они есть в Питере. Слушайте, знаете, так вот здесь хожу. Все есть для жизни. Вы знаете, даже прямо сейчас хочется взять всех в охапку и просто сюда переехать. Даже полагаю, где я себе выберу квартиру. И здесь еще, знаете, такое прикольное место, что если вы думаете о даче, то почему бы здесь не купить квартиру? Она выйдет по цене дешевле, чем дача, но здесь все есть. Все удобства, туалет, горячая холодная вода, канализация и живешь вокруг природы. Тебе и Нева, и куча зелени, и лес, и все в шаговой доступности. Жилой комплекс «Невская история». Два дома сдали, два еще строят. Дома того же застройщика, что мы смотрели, друзья, с вами и предыдущего комплекса. Монолитный каркас, газоблок, монолитные перекрытия и мокрый фасад. Здесь видно, что есть вентиляция в квартирах. А однокомнатную квартиру здесь можно приобрести от 4 миллионов 600 тысяч рублей. Тут территория чуть побольше, детская площадка, качельки прикольные. Вот такие дети любят вот эти штуки. Кустарник, конечно, было бы здорово, если были бы деревья. Но зато у нас есть класс энергоэффективности А. Видно, что работает техника. Там какой-то ангар виден, скелет, вернее, от него впереди. Ну, территория у комплекса совсем небольшая. Так вы знаете, по ощущениям, как будто попал на какой-то курорт. И выйдя из этого частного сектора, ты попадаешь на море. Вот складывается о городе именно такое впечатление. Входные группы. Вот забыл, как вот это правильно называется. Сделали, слушайте, молодцы. Ну, кстати, низкая, надо было чуть выше делать. Домофон можно было пониже, а это повыше, чтобы было видно. Видите, какой номер подъезда, этажность, 4 этажа. Все лишь небольшое количество квартир. Такие интересные входные группы. Но внутри, там вот через окно то, что видно, все, в принципе, так же сделано, как и в предыдущем объекте. Застройщик один и тот же. Понятно, да, навряд ли они здесь что-то сделают другое. Знаете, очень приятно прогуляться по этому городу. Частный сектор, малоэтажное жилье, большое количество зеленых насаждений. Знаете, вот такой вот, на это смотришь. Вот, кстати, вот школа. А вот сюда смотришь, блин, попал в деревню. В такую хорошую, ухоженную деревню. А, да, вот, кстати, видно, видите, роспись. Заброшенное здание. То ли это школа, то ли это еще что-то. Да, видно, что уже очень давно стоит. Смотрите, какие деревья, какой молодняк уже вымахал. Вот кто из местных знает, что здесь было раньше, пожалуйста, напишите в комментариях. А вот мы с вами, друзья, и дошли до жилого комплекса Новая Дубровка. Идемте посмотрим. Жилой комплекс Новая Дубровка расположен чуть дальше от центра. Но при этом в пешей доступности до центра города. Примерно до церкви около километра пешком. Фасад, конечно, на мой вкус выглядит, как и территория намного привлекательнее предыдущих новостроек. Да и подкупает меня набережная, памятные места в шаговой доступности. Все дома четырехэтажные. Фасад зданий из трехслойных панелей. И вот здесь внутри находится утеплитель. Поэтому у них высокий класс нагроэффективности. Это А. Глядя на дворовую территорию, на озеленение, этот комплекс вызывает у меня больше уважения, нежели чем остальные, которые мы с вами посмотрели. Из особенностей, друзья, на Кровле расположены свои газовые котельные. Поэтому у людей всегда горячая вода и отопление. Достаточное количество парковочных мест. Территория вся комплекса огоражена. По одной стороне у нас идет речка Дубровка. И идет такой нормальный, как мы видели при входе, красивый современный забор. Напротив, еще несколько домов. Их сдадут в конце этого года. И после сдачи будут продавать в них квартиры. Сейчас что продается, это продается в уже сданных домах. И здесь, друзья, однокомнатную квартиру можно приобрести от 5 миллионов рублей. А в подвале, чтобы он просто так не проставил, там есть кладовки. Ну и, конечно, хочется немножко сказать про сам проект. Застройщик приобрел классический финский проект и построил его на территории Ленинградской области, в поселке городского типа Дубровка. Вот здесь, кстати, даже прикольно. Обратите внимание, что, видите, то есть повесили кондиционеры на одном уровне. И вот такую сетку, так полагаю, сдает застройщик либо управляющая компания, чтобы у фасада был красивый и современный вид. Ну что, идемте смотреть входные группы и квартиры. Вот первое, что мне здесь, друзья, нравится, это просто тишина. Здесь тихо поют птицы, и люди делают ремонт. Если обратить внимание на входную группу, ну, практически в уровень землей, нет никаких трехэтажных пандусов. И очень необычно, то есть, видите, здесь сделана тонировка. То есть, я не вижу, что там внутри, но изнутри прекрасно все видно. Дома четырехэтажные, небольшое количество квартир, система допуска, вот эта штука для ног, такая современная урна, ну, смотрится очень прилично. Ну что, давайте пойдем смотреть. Заходим в обычный лифтовой холл. При входе нас встречают почтовые ящики для нашего удобства. Здесь даже лифт еще в заводской пленке, и ее не сняли, так как квартиры застройщик передает в белой и черновой отделках. Первый этаж расположен чуть выше, и это не проблема. Вы заходите с коляской и поднимаетесь на лифте на первый этаж, либо можно подняться пешком. А вот о чем я и говорил. То есть, я с улицы вообще не вижу, кто здесь, что здесь. Но при этом из лифтового холла я прекрасно вижу всю территорию. Если кто-то здесь будет стоять, я подумаю, открыть мне дверь, либо нет. Ну и обратите внимание, здесь сенсорный датчик. Обычно у всех кнопки. Вот я вот такой, друзья, вижу в первый раз. Встретил сейчас, выходил, думал, жилец. Оказался строитель, спросил, как он оценивает качество передаваемой квартиры, в которой он делает ремонт от застройщика, и он сказал, что хорошее качество. Вот, друзья, это входная группа. А что мне нравится здесь, обратите внимание, как классно и необычно сделан лестничный марш. Он находится внутри. Вот он лифт, который также приезжает на первый этаж. Цифра, первый этаж, нормальные двери, нумерация квартир. Здесь указатель, где находится, соответственно, какая квартира. Ну, давайте, например, пятая квартира нужна. Давайте откроем и посмотрим. Антивандальное стекло, черные двери, смотрится красиво. Ну и здесь обратите внимание, что двери никто не меняет, нормальные указатели. Все здорово. И мне, знаете, что нравится, что это обычная ровная стенка. Ну, если бы здесь, конечно, были бы трехмерные цифры, смотрелось бы красиво. Но я считаю, и так хорошо. Вызываем лифт и поднимемся с вами на последний этаж. Отис, двухсторонний лифт. До пятиэтажных строений застройщики имеют право вообще не ставить лифты. Отис Ген-2 экономит ваше электричество до 70% в год. То есть вот эту дверь как раз мы, получается, когда только взошли, заходим сюда, с нулевого, так скажем, этажа, и поднимаемся с вами на самый верх. Я вам сейчас хочу еще кое-что показать. Ну, во-первых, лестничные марши смотрятся классно. Второй момент для меня. Обратите внимание, здесь есть большое окно. За счет этого здесь большое количество света. Также хочу обратить внимание на ограждающие конструкции. Вот ничего такого в них нет. Обычные, простые. Ну, смотрите, как красиво смотрятся. Даже элегантно, я бы сказал. И достаточно крепко держатся. Ну, и указатели, конечно, есть на каждом этаже. А сейчас мы с вами посмотрим трехкомнатную квартиру. Трехкомнатная квартира. Перед тем, как зайти, обращаю внимание, что есть ограничитель двери. Я так... Ага. Вот здесь, кстати, колясочная на каждом этаже есть. И у каждого этажа свой ключ. И жители хранят здесь коляски, там велосипеды, что нужно. Вот здесь тоже есть ограничитель. Понимаешь, что это все, друзья, от застройщика. А что мне нравится? Звонки. Звонки расположены... Ух ты, звук прикольный. Звонок расположен на нормальном уровне. То есть, вы пришли, вам удобно позвонить, если вы пришли в гости. Также ваши дети, когда ему там 4-5 лет, он спокойно сюда дотянется. Не будет вам долбить в дверь. Мама, папа, открывай, я пришел. Ну, классическая ручка. Два замка. Глазок. И номер, соответственно, квартиры. Ну, дверь такая, на первый взгляд, знаете, она... Ну, не сказать, что супер мощная, так и обычная нормальная дверь. Не та китайская, которую, знаете, точно нужно поменять. И обращая внимание на то, что здесь люди не меняют двери, то я понимаю, что всех устраивает. Заходим. У нас есть небольшая прихожая. Ну, здесь только можно вместо, наверное, либо сюда какой-то небольшой шкаф, либо под оперативную одежду. Трубка домофона. Такая обычная, простая. Можно, кстати, поменять, если нужно. Что мне здесь нравится? Во-первых, практически заподлицо в стену у нас коробка, где находятся автоматы. Они все подписаны. Это ЕКФ. Так, что у нас тут? О, слушайте, даже здесь написано, какой из-за 63, 25, 30 перемены. Понимаете, С10, С16 и 25. И, слушайте, все подписано, где, чего, какая группа и схема есть. Молодцы. Здесь у нас свет в прихожей. О, даже лампочка есть. Вентиляция. И первое, давайте, что мы сделаем, раз я с собой взял своего старого доброго помощника. Электронную рулетку 2,70. Соответственно, у нас от стяжки до потолка чуть более 2 метров 70 сантиметров. Здесь туалет. Это, кстати, очень практично и удобно, потому что вы пришли, пришли ваши гости, сразу помыли руки и пошли. Так, что у нас здесь? Канализационная труба. Ну, здесь, соответственно, холодная. Так, а вот это у нас... А, друзья, это вот по нашим нормативам положено. Это специально, вот если, не дай бог, пожар в квартире. Это длины должно хватить до всех комнат, чтобы добрался. Вот видите, одеваете, открываете воду и тушите пожар. Дурость, но это так положено. Здесь мы видим пожарную муфту сверху. Если, не дай бог, происходит ЧП, от температуры она расширяется так, что перекрывает всю вот эту полностью пластиковую трубу. И не будет доступа ни дыма, ни огня, ничего. Вверх перекрытие, соответственно, вниз. Вентиляция. Ну и плюс, смотрите. Так как это панельные дома, то здесь, соответственно, большинство стен, но они из бетона. То есть они уже выставлены ровно. Здесь я вижу, вот сам застройщик возвел стены из блока. А нет, слушайте, это не блока, тоже бетон. Восьмерка. Соответственно, здесь только шпаклянули и все. То есть можно сверху сразу красить и вообще не заморачиваться. То есть ремонт в этой квартире будет недорогой. Так, закрою дверь, чтобы никого не смущать. Здесь у нас сразу при входе большая кухня-гостиная. Вот я считаю это здорово. Это современная планировка. Всю жизнь все, дети, взрослые гости, все собираются на кухне, потому что на кухне еда, телевизор, там Wi-Fi, ну и, соответственно, взрослые. Идемте смотреть дальше. Вот мы, получается, только зашли. У нас справа есть ванная комната, достаточно большая. Здесь у нас скидка около 4 квадратных метров. Из-за особенностей нужно делать самим отверстие под канализационный выпуск. Ну, вот как раз и вот здесь ванна будет, поэтому не вижу особых проблем. А здесь у нас жилая комната. Комната где-то, наверное, там 10-14 квадратных метров. И, кстати, отмечу, что во всем доме увеличенные световые проемы. То есть стандартное окно, оно вот. И есть еще внизу вот такой небольшой кусочек. Радиаторы подключения идет снизу. Они вот стоят внизу, места много не занимает. И, конечно, это по мне очень здорово. Обратите внимание, что комната вся полностью белая. Это белая отделка от застройщика. Ну, вот я бы здесь обеспылил, окрасил. Положил бы покрытие на пол и все. Вот, в принципе, весь ремонт. Ну, естественно, повесить люстру на потолок. Кстати, здесь даже, обратите внимание, что, вот видите, вот такой небольшой выступ. Это для того, чтобы нормально смонтировать сюда дверь. А если вы не хотите ставить дверь или у вас нет денег, видите, как сделано все красиво от застройщика. То есть обычно, знаете, все такое остается, что надо закрывать. А здесь, в принципе, вот такой прямоугольный проем. Я вот вижу, что первый раз, что так делают. И это бетон, друзья. Это обычный бетон. Поэтому поверхность ровная, гладкая и уже готовая, соответственно, к отделке. Из нашей большой кухни-гостиной есть выход на... Это что у нас? Это у нас балкон, да. Он чуть выступает. Он, давайте измерим, метр семьдесят. Сюда как раз нормально вылезет и ствол, и стулья, чтобы посидеть. Так, откроем окно. У нас здесь алюминиевое стекление. А это холодное стекление, вы должны понимать. Соответственно, что мы видим вот здесь? Это садоводство. Здесь людям в советское еще время выдавали маленькие участки для того, чтобы они тут, вот видите, там картошку, там лук, там чеснок выразили. Вот она, речка Дубровка. Ну, понятно, что вот этот участок уже не изменится. Здесь собственность давно у людей, и дома начинаются вот там чуть дальше. А вот здесь частный, соответственно, вот он, сектор пошел. Соответственно, вид прекрасный. Также вот здесь видно, вот она, Нева идет, стадион виден. Ну, шикарное место, я считаю, для жизни. Для тех, кто любит тишину, комфорт, это, пожалуй, наверное, самое то. И вот здесь, кстати, тоже вот внизу у нас нет сендвич-панели, здесь стекло, широкий проем, много-много света. Но плюс получается, да, вот у нас раз световой проем, он, кстати, чуть больше такой еще, чем в комнате. И, соответственно, здесь, это плюс. А вот там у нас, напомню, вот сразу, там за стенкой у нас выход. Вот, и здесь еще две комнаты. Значит, здесь мы посмотрим, что у нас есть, вентиляция. Для вентилятора, я так понимаю, вывод сделал застройщик отдельно. Здесь у нас, ух ты, плохо прикрепили. Здесь у нас счетчики на отопление. Ах, дверцы падают. Ай-яй-яй. Здесь у нас счетчики на воду горячую, холодную. А розеточная группа, это у нас, соответственно, для плиты. И пойдемте смотреть комнаты. Ну, вот это одна, я бы сделал бы из детской, это трехкомнатная квартира, соответственно, для семьи. С одним или с двумя ребенками, скорее всего, с двумя, а может быть, даже и с тремя. Большое широкое окно. Здесь, видите, оно тоже везде, во всем доме, вот увеличенного проема окна, это, конечно, плюс. И вот это, скорее всего, мастер-спальня, спальня для родителей. Большое угловое окно, вот это, кстати, классно. Мне вот такие, мне очень нравится, когда вот так сделано. И еще вот такое есть небольшое, маленькое, то есть вот здесь как раз просится кровать. Под нее уже, я смотрю, здесь розеточные группы есть, соответственно, стандартный выключатель. Здесь вот кусок стены нормальный, когда нормально станет, соответственно, дверная коробка и наличник, не надо ничего будет подпиливать. Ну и, конечно, через открытое окно, обратите внимание, вот она видна, вся закрытая территория. Вот там находится охрана, я вот не знаю, они там сейчас пока временные или там все время, вот в этом будке, да, я знаю, так можно назвать, находится охранник. Кто въезжает, выезжает. Вот это автоматически ворота, то есть кнопочку нажал, они открылись, потом сами, соответственно, закрылись. Ну и посторонние сюда, я полагаю, навряд ли пройдут. Для жителей есть сразу несколько выходов, можно вот там через частный сектор сразу пройти к променаду, можно вот здесь выйти через стадион, к памятнику вот туда и, соответственно, прогуляться по Неве. Ну вот, друзья, в принципе, вся квартира. Вот напишите, как вам по сравнению с предыдущими новостройками от застройщиков. Спускаемся к ладовкам, нормальные поручни. Кстати, обратите внимание, что здесь для воды есть место, куда она уходит. И идем к ладовкам. Вот они, кстати, бетонные плиты, 18 сантиметров. Это похоже на тёмной блок. И здесь кладовку. Вот можно приобрести с отделкой от застройщика, тоже в белой, и можно приобрести с черновой отделкой. Дверь, вот такое покрытие. Это, знаете, как в лентах в океях на полу. То есть специально вот такая краска. Слушайте, нормально, своя вентиляция, датчики, свет, всё, что нужно. Ну и входная дверь. И вот здесь, друзья, мы можем посмотреть с вами кладовку без отделки. Ну, в принципе, по мне... Ну, так, конечно, симпотнее смотрится, то, что она беленькая. Но, в принципе, можно эта кладовка и самому взять просто белую краску, покрасить и сэкономить. Также вентиляция. Вот они сверху, плиты перекрытия. И здесь. Вот так же, как и в квартире, 271. Пойдёмте территорию посмотрим. В этом доме, который мы сейчас с вами только что смотрели, всего 36 квартир. Друзья, это тот случай, когда ты знаешь всех соседей минимум в лицо. Ну, а большинство поименно. И здороваешься с ними за руку. Памятник метростроевцам. Через Неву Невский пятачок. А вот и променад в шаговой доступности от комплекса. И застройщик обещает облагородить вдоль реки Невы. Вот туда дальше, до памятника. Здорово, конечно. Тихо, спокойно. Отличное место, когда ты выходишь на пенсию. Тебе не нужно ездить на работу. Ты работаешь удалённо. И для IT-специалистов. Потому что есть где погулять. Огромное количество зелени. И небольшой уютный городок. Мне новая Дубровка, друзья, понравилась тем, что здесь тихо поют птицы. Это небольшой город. На машине ехать, если нет ремонта на трассе, то это где-то 40 минут. 35-40 минут. На электричке ехать, местные жители говорят, это где-то час 20. А на маршрутке тоже около часа. Потому что она вот так, знаете, извилисто идёт. Пока всех пассажиров соберёт, везде остановится и так далее. Конечно, приятно жить в небольшом городе. Я вообще считаю, что такие городки – это будущее. Потому что людям всё-таки надоест жить в высотках, без инфраструктуры, без социальных объектов. И они поменяют своё мнение про вот такие небольшие населённые пункты, как Дубровка. Вот, кстати, один из вариантов отличного применения вентфасада. Старое советское двухэтажное здание с монолитными, вернее, панельными железобетонными перекрытиями. И для того, чтобы сделать вид приятнее, закрыли всё фасадом. Вот, можно сказать, спасибо здесь местной администрации, что где-то выбили деньги для того, чтобы оккультурить город, сделать красиво. И вот стоят вот такие дома. Здесь есть газ, всего лишь два этажа. Это большой плюс. Ну и, соответственно, сами обратите внимание, как они достаточно приятно смотрятся. Да, конечно, не сказать, что это как-то супер. Но это намного лучше, чем отваливающая штукатурка и обшарпанный вид. Ну и здесь, обратите внимание, вот такой же дом, ещё дом. Ну, плюс то, что давно же высоченные деревья, большое количество зелени. И даже, кстати, здесь, обратите внимание, красивая, скошенная и убранная трава. Дворы, конечно, намного проще, чем новая Дубровка. Но это и понятно, что в советское время особо ничего-то и не было. Но спасибо, что деревья не спилили. И всё смотрится красиво. Приятно пройтись, конечно, по зелёному малоэтажному городу. Дубровка – красивый зелёный город с оптимальными ценами на жильё. И здесь комфортно и взрослым, и детям. Смотрите, обратите внимание, какая классная детская площадка в конце этого бульвара. В принципе, друзья, это весь город. И я его обошёл не спеша за полчаса. Напишите в комментариях, как вам городок Дубровка. Понравился или нет. И в какой бы вы новостройке приобрели бы себе квартиру, либо здесь выбрали старый фунт. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok